На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава округа Алексей Спаский обсудил с представителями крупных предприятий антикризисные меры поддержки бизнеса. Тем речь сегодня шла о развитии наших предприятий. В Видном состоялся флешмоб «Мы вместе», в котором участвовала мотобольная команда «Металлур». Воспитанники четырех детских школ искусств округа приняли участие в ежегодном конкурсе сольного академического пения. Второй год подряд мы уже разделяем конкурс именно на сольно-академическое, где дети целенаправленно учатся вокалу. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский провел встречу с представителями крупных предприятий, расположенных на территории муниципалитета. В центре внимания обсуждение антикризисных мер поддержки бизнеса. Подробности в репортаже Галины Житковой. На территории Ленинского городского округа работает Совет директоров городообразующих предприятий. Примерно один раз в месяц проходят встречи, на которых представители крупного бизнеса делятся актуальными проблемами, чтобы иметь возможность решить их при поддержке муниципалитета. Главной темой мартовского диалога стало существование в новых экономических условиях и антикризисные меры поддержки бизнеса. Кардинально поменялась с точки зрения госконтрактов система авансирования. Она раньше, если была как исключение, что-то авансирует, теперь наоборот прописывается и настаивается. Это первый момент. Во второй внесены изменения в закон 44-й. Область уже разрешена. Муниципалам должно быть с завтрашнего дня, будет полномочия расширена, вплоть до цены контракта, менять при обосновании. Руководители трех крупнейших предприятий муниципалитета рассказали главе округа о том, как сейчас решаются вопросы с зарубежными поставщиками, что происходит с объемами производства и о своих бизнес-стратегиях, которые позволят продержаться в этот непростой экономический период. Останавливать проекты, запущенные внутри предприятий, тоже не планируется. Мы хотим продолжить застройку нашей территории в промзоне северной согласно утвержденному проекту планировки. И там предусматривается уже нашими планами в ближайшие два года построить еще один складской корпус. Где-то мы упустили, промахнулись, и сегодня нет того, скажем, среди технического образования, которое было раньше, которое подпитывало предприятия среднего уровня рабочих по разным специальностям. Это и металлообработка, и строительные специальности, и профильные какие-то специальности. Не остались без внимания и проблемы социальной инфраструктуры, уборка снега, транспортная доступность, ремонт дорог, отсутствие площади для складирования готовой продукции, парковки для частных автомобилей работников предприятий. Объем довольно солидный, но вполне осуществимый. В конце концов придем к победе, да и совместно откроем и те дороги, и маршруты для общественного транспорта, для того, чтобы обеспечить нашу территорию. Нашу территорию, я имею в виду, не свое предприятие, а предприятие Южной промзоны. В конструктивном диалоге некоторые проблемы предприятия уже получили развитие при поддержке одного из участников Совета директоров. Речь сегодня шла о развитии наших предприятий, что было достаточно для нас приятно, поскольку любое развитие – это, прежде всего, обеспечение рабочими местами. Очередная встреча Совета директоров состоится уже совсем скоро. За это время список рабочих вопросов пополнится еще немалым количеством проблем. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Получение первого паспорта – запоминающееся событие в жизни каждого гражданина. В последние годы вручение происходит в торжественной обстановке. Об очередном вручении паспортов юным жителям округа расскажет Дмитрий Книга. В здании администрации состоялось вручение паспортов юным жителям муниципалитета. В этот день юноши и девушки вместе со своими родителями собрались на торжественное мероприятие. Поздравил с этим событием их лично глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Впереди у каждого еще огромное, длинное, насыщенное, интересное. Я очень надеюсь, что результативная жизнь. И вот хочу пожелать, чтобы этих, с одной стороны, трудностей, которые вы будете преодолевать, а с другой стороны, тех самых побед, больших, маленьких, неважно, их было много, их было десятка, сотни, чтобы вызовы вы эти принимали, достойно справлялись. Кроме главного документа, молодые люди получили памятные подарки. А чтобы этот день запомнился, участники мероприятия сделали общее фото на память. Наравне с такой большой ответственностью у меня достаточно много возможностей. Пока что я не знаю, кем хочу стать. Я достаточно хорошо учусь, изучаю все, что можно, много книг читаю. Родители ребят отмечали, что их детям повезло, ведь сами они получали первые паспорта в менее торжественной обстановке. Когда сдавали документы в МФЦ, нам предложили получить торжественный паспорт, от чего нельзя было отказаться. К тому же вручает глава администрации. Согласно законодательству, первая замена паспорта произойдет по достижению 20-летнего возраста. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский встретился с представителями малого бизнеса, ведущего свою деятельность на территории муниципалитета. Помимо обсуждения пакета федеральных и региональных мер поддержки предпринимателей, собравшиеся обсудили проблемы, с которыми сталкиваются руководители организаций в изменившихся экономических условиях. У каждого представителя индустрии красоты, общественного питания, розничной торговли большая часть вопросов касалась решения насущных проблем. Но многие интересовались и мерами поддержки, которые внедряет федеральное и областное правительство. Среди них льготное кредитование и кредитные каникулы, освобождение от ряда налогов, мораторий на плановые проверки. Предприниматели также попросили содействия в получении послаблений от коммунальных организаций. Хотелось бы попросить немного поддержки от тех, от кого ее можно получить, хотя бы таким образом, чтобы расходы не были увеличены, потому что действительно мусор вырос. Ну вот, например, там условно какой-то салон берем, там мне прислали сведения, глава бьюти-комитета, и люди туда накидали мне вопросов, у всех в основном про мусор. 700 рублей платили люди, стали платить 4 тысячи. Ну, то есть вот такой рост. Это достаточно много, и в этом бизнесе это правда сложно. Обсудили навстречу и повышение цен на расходные материалы и ряд товаров. Большинство предпринимателей уверены, что кризис удастся пережить, благо опыт, полученный во время пандемии, есть. Для экономики именно страны хороший шанс для того, чтобы наладить собственное производство, то есть те товары, которые мы получали из-за границы, да, но хотя фактически мы могли изготавливать, скажем так, данные, там, услуги, товары на территории нашей страны, соответственно, развивать нашу экономику. Еще один важный вывод из состоявшейся встречи. Большинство предпринимателей готовы не просто выживать в сложившихся условиях, но и далее активно развивать бизнес. Люди, те, кто повзросли, ну, там, скажем, не 25 лет, они совершенно спокойны, даже с какой-то, знаете, какой-то усмешкой вспоминают те кризисы, которые были до этого. 98-й год, да, 2008-й, 2014-й. И все говорят о том, что каждый такой кризис, он давал вызовы и давал возможности. Алексей Спаский поблагодарил собравшихся за конструктивный диалог и призвал предпринимателей обращаться в администрацию округа в случае возникновения проблем. В Видном состоялся флешмоб «Мы вместе». В день очередной годовщины присоединения Крыма к России мотобольная команда «Металлург» выстроилась в букву «В», символизирующую силу правды. Поддерживали спортсменов сторонники партии «Единая Россия», которые скандировали популярный лозунг «Крым наш» и распевали патриотические песни. Подробности в репортаже Юлии Погосян. В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров стал частью Российской Федерации, в том числе и город Севастополь. С тех пор в марте в стране отмечается праздник «Крымская весна». В Видном накануне знаменательной даты прошел флешмоб «Мы вместе». Знаменитая мотобольная команда нашего славного города, как всегда, поддержала классная акция. Игроки основного состава мотобольной команды «Металлург» вместе с юными спортсменами молодежки и подготовительной группы выехали на мотоциклах, чтобы на поле стадиона выстроиться в букву «В», символизирующую силу правды и единства. Мероприятие получилось просто огненное. Они в прекрасной красной одежде, форма у них просто замечательная. Она светилась на солнце. И ребята все, я рада, что поддержали нашу акцию. Команда «Металлург» всегда активно поддерживала политику государства и различные социальные акции. На лицах детей читалось, с какой гордостью они принимают участие в мероприятии и несут флаг родной страны. В связи с тем, что это дискриминация большого спорта пошла, и олимпийских игр, и даже паралимпиаду, и то наших не допустили. Поэтому, конечно, сейчас, наоборот, говорят, надо нам, Минспорт России, рекомендует сейчас возобновлять все связи СНГ с ДНР, с Белоруссией. Я думаю, проведем в этом году турнир с ДНР и с Белоруссией. Мы, возможно, даже, может, на День города, может, то у нас состоится. В общем итоге, в акции приняло участие порядка 30 игроков. Поддержали спортсменов сторонники партии «Единая Россия», которые скандировали лозунг «Крым наш» и пели патриотические песни. Юлия Погосян, Крилл Иванов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. С 14 по 20 марта в муниципалитете проходит профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход». В связи с ростом ДТП, с участием пешеходов, сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу, вышли в рейд, чтобы напомнить водителям транспортных средств об основных требованиях при проезде «Зебры». При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость вплоть до полной остановки транспортного средства. Соответственно, если пешеход подошел к проезжей части и ступил на пешеходный переход, водитель обязан пропустить пешехода, чтобы пешеход мог закончить переход проезжей части через дорогу. В случае несоблюдения данных правил водителей ждет штраф от 1500 до 2000 рублей. Крайне внимательными на дороге следует быть и пешеходам. Главное правило – запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода. За что вас остановили, знаете? Нет. Пешеход переходил проезжую часть дороги, вы его не пропустили. Всего за время проведения рейда было составлено 4 протокола в отношении водителей, которые не предоставили преимущества в движении пешеходам, и один – за стоянку прямо на пешеходном переходе. Автолюбители от комментариев отказались. Воспитанники четырех детских школ искусств Ленинского городского округа приняли участие в ежегодном конкурсе среди учащихся отделений сольного академического пения. Ребята должны были продемонстрировать не только безупречное владение голосом, но и уверенно держаться на сцене, наблюдала за юными звездочками и наша съемочная группа. Ежегодный конкурс среди учащихся отделений сольного академического пения «Школа искусств» прошел в Винновской Дышии. Традиционно в нем приняли участие юные вокалисты из Видного, Развилки, поселка Володарского и Горок Ленинских. Конкурс у нас проходит всегда обычно за месяц до Всероссийского, где детки показывают свои результаты, свои вокальные данные. Второй год подряд мы уже разделяем конкурс именно на сольное академическое, где дети целенаправленно учатся вокалу, и общее пение, где ребята с других специальностей. В конкурсе приняли участие 30 вокалистов с 7 до 17 лет. Каждый участник исполнил по два произведения. Строгое жюри оценивало выступления каждого по определенным критериям. Художественность, сценичность, интонация. Очень важен ансамбль концертмейстера и ребенка, репертуар, то есть чтобы это было по возрасту, по возможностям ребенка. Конкурс проходил два этапа. Сначала выступали ребята, которые ходят на вокал дополнительно, учась при этом на других музыкальных специальностях. У нас специальность хора, и раз в неделю, только раз в неделю мы ходим на вокал. Они занимаются, вот допустим, Ира занимается полгода всего, да, девочки занимаются второй год. Девочки вообще участвовали, дебютировали. А дебют, это, конечно, они первый раз на этой сцене, они первый раз в этом зале. Поэтому я считаю, что большие умнички. Просто молодцы. Сначала думала, что я войду в тройку, но я думала только третья или диплом участника, и не ожидала, что я второе место займу. Я себя успокаивала долго, я очень переживала насчет этого. Ну, я выдохнула, я такая, все будет хорошо, и нормально выступала. Я участвую первый раз. Я, на самом деле, у меня не очень большой опыт именно в вокале, потому что я только полгода занимаюсь. Спасибо моему преподавателю за то, что сделала такую подготовку. Я очень старалась. Мне очень приятно то, что мне все-таки дали какое-то место. Я не ожидала этого. А затем на сцену вышли учащиеся отделений сольного академического пения. Для ученицей детской школы искусств поселка Развилка Дарьяны Феоктистовой это далеко не первый конкурс. За четыре года обучения она неоднократно показывала достойные результаты на различных вокальных состязаниях. Как ты оцениваешь твои сегодняшнее выступление? Не очень могла лучше. Так, а что тебя подвело? Ну, я переволновалась и последние ноты не очень спела. От конкурса к конкурсу, от выступления к выступлению мы каждый раз растем. И для нас не важен результат, именно как бы то, как нас оценит жюри. Для нас больше важно, как мы выйдем, отработаем нашу программу. И для нас это очередной этап в профессиональном росте. Лучшие исполнители получили дипломы первой, второй и третьей степени и массу впечатлений. Впереди у ребят всероссийский конкурс сольного академического пения, который также пройдет в Видном. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин